Следующая программа предназначена для зрителей старше 12 лет. Субтитры создавал DimaTorzok В наших прямых эфирах мы рассказываем, как не заскучать дома, как сохранить красоту и здоровье, ну и как провести время и чтобы было интересно. Кстати, о свободном времени. А почему мы нам с вами не заняться растяжкой? Ведь большинство людей не понимают, зачем нужна растяжка и пренебрегают этими комплексами упражнений. А ведь растяжка, она благоприятно влияет на все суставы и мышцы. К тому же растяжка хороша тем, что ее можно делать и дома. Кстати, о гибкости и растяжке поведает нам более подробно наш следующий гость. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас я вылезу. Давайте, Алексей. Дорогие друзья, Алексей Калашников, он же человек-змея. К нему у нас с вами очень много вопросов, поэтому, Алексей, приходите в порядок. И вам уже не привыкать. Да, не первый раз уже такое делаю. Алексей, расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы родом? Как вы давно начали заниматься? Как в себе ощутили эти способности? Может быть, все было с детства. Родился в Воронежской области, в 97-м году проживаю здесь, в Нижнем Новгороде. И с детства начал заниматься такими видами спорта, как карате. Ну и, соответственно, растяжка, все пошло, вот идет с детства, с 6 лет. Влияние фильмов Ван Дамма, конечно же, мой любимый кумир. Любимый актер. И в садике я впервые раскрыл в себе вот эту такую способность в плане растяжки. Со мной в группе мальчик был. То есть это какой возраст получается? Это 6 лет. В садике 6 лет. Со мной в группе мальчик был, у него мама была чемпионкой по легкой атлетике. В спринтерше. А сам он занимался каким-то единоборством. Либо борьбой, либо восточным каким-то там, связанным с ударами ногами. И периодически трюки нам показывал различные. И как-то вот он говорит, давайте попробуйте кто-нибудь на шпагат. Показал шпагат. Некоторые из нас попробовали, я в том числе. И все, вот так вот пошло. И потом уже как раз вот началась вот эта вот эра вот фильмов, вот это тогда вот в свое время. Из родственников у вас есть эластичные, гибкие родственники? Нет, у меня семья не спортсменов вообще, даже от какого-то там колена. Ни дедушки, ни бабушки, ни пра-пра-пра, никто не спортсменов. И пусть и никто не отличался, да? Хорошо. Я единственный такой. Понятно. Алексей, давайте посмотрим вашу визитную карточку вместе с нашими телезрителями. Алекс Калашников, он же Человек-змея. Российский киноактер, каскадер. Артист циркового жанра Клишник. Создатель авторской программы по развитию человеческого тела. Входит в тройку уникальных по своей гибкости людей в России. Особые приметы – не женат. Интересно. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай по любому. Говорит Москва. Московское время 8 часов. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Алексей, очень творческий подход у вас в визитной карточке ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, какие трюки из вашего арсенала считаются самыми сложными? Один из самых сложных – это кузнечик. Это когда сидишь в продольном шпагате, заднюю ногу сгибаешь и ложишь пяткой перед собой, упав и спереди. Даже слушается сложно. Это надо демонстрировать. Здесь мы, конечно, это не можем сделать. То есть представьте визуально, вот вы в продольный шпагат сели, то есть вот у вас на их продольный. И вот ногу вы заднюю вот так вот сгибаете, 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 а вы сидите. Это у вас прямая передняя. И вот положили. Очень сложно. Вот, я этот трюк, чтобы научиться делать, два с половиной года потратил. Но я посмотрела, что ваши последователи тоже уже этому трюку обучены. Ну, не все, конечно, но многие. Но самое сложное – это вот и шпагата делать. А на второй, на второй ступени, по сложности. На второй я бы выделил это заброс ноги за голову, стоя без помощи рук. Это тоже один из сложных трюков. Тоже нужно. У нас есть в организме, в теле связки, которые называются спящими. Вот их нужно развить для того, чтобы они позволяли делать определенные трюки. То есть вы считаете любой человек, да? Да. Может просто заняться растяжкой и достичь ваших результатов. Да, самое главное – регулярность и упорство. Если, допустим, человек хочет для достижения высоких результатов заниматься, то тут придется усердно работать. С чего начать? Просто дома растягиваться или нужно ходить на какие-то определенные курсы? Можно просто дома растягиваться. Ну, начинать с элементарных упражнений. Ну, и также дополнительно можно скачать хорошие ролики в интернете. Но тоже не всех подряд, потому что человек, который учат, он должен и сам хорошо владеть, ну, чтобы и визуально, и, соответственно, объяснить маг. Может быть, вы у кого-то учились в плане владения телом? Кто этот человек? Есть такой человек – Мухтар Гусин Гаджиев. Самый гибкий мужчина планеты. Тренер Памел Андерсон, Дэми Мур, Мадонна. Тренер Памел Андерсон? А чему он обучал их? Гибкости. Гибкости? Да, давал уроки пластики. Здорово. И в 2013 году я случайно наткнулся на его знаменитое видео с выступлением «Как он телом владеет». Меня это очень сильно поразило, вдохновило. У меня как раз у самого был тогда такой период, ну, очень сложный, так как я принимаю участие в съемках в фильмах, вот, как кинокаскадер. Расскажите поподробнее об этом, как вы пришли к этому, как заявили о себе. Расскажите, все хотим знать. Как я пришел к киносъемкам? Да. Ну, вот как раз все вот пошло вот именно со спорта, с детства, вот с растяжки. Так как Джеки Чан мне тоже нравится, один из любимых. Ван Дамм и Джеки Чан у меня любимые. Вот. У нас здесь, в Нижнем Новгороде, есть организация, занимающаяся съемками трюкового кино. Я на тот момент, в 2016 году, занимался капуэйрой, и у нас в группе парень занимался. Как раз, ну, был участником каскадерской команды. Вот он мне предложил поучаствовать в съемках ихних роликов, я пришел к ним в команду. И вот так вот началось мое становление. А далее у вас довольно-таки поздружной такой список участия в кинофильмах. Как вы ищете эти фильмы, как вас выбирают? Пока что это региональное трюковое кино, но, думаю, со временем будет и профессиональное. Идем к федеральному кинематографу. Да, идем потихоньку. Хорошо. Она ходит, так как тут у нас две компании, которые снимают. Это студия Дмитрия Шадрина и студия Кондора, Александр Кондратенко. Я в свое время с Кондратенко поработал очень, ну, так очень долго. То есть я практически здесь в Нижнем у всех региональщиков поснимался. То есть был такой независимый. И как бы приглашали-приглашали, свою планку нишу занял. Вот в плане безбашенности именно трюков. Так, вот в плане безбашенности были ли какие-то увечья? Увечья, слава богу, не было. Нет, ну, конечно, по последним съемкам, да, там немножко здоровья не лишился. Что случилось? Снимаем фильм «Человек-змея в тени молнии. Приключенческий детектив». Вы главной роли? Одна из главных ролей у меня. Я играю такого авантюриста, наследника графа Калиостры, расхитителя ценностей исторических, за которым... Где снимался фильм? Фильм в основном снимался в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород, Нижегородскую область. И вот расхититель такой исторических ценностей, за которым все спецслужбы огоняются. И, считай, у меня в 2011 году на съемках фильма я колено травмировал, очень долго восстанавливался. И вот как раз на съемках «Человек-змея в тени молнии» у меня был прыжок с памятника Ленина, который находится в седьмом микрорайоне. Там высота где-то примерно метр три с половиной. Без страховки? Без страховки. Действие снималось зимой, в зимней одежде, в зимней обуви. И старые травмы ему как бы дало. Высота именно сказалась. Колено чуть-чуть подкосилось у меня после прыжка. Вот тоже долго восстанавливался. Это первый прыжок, который вы выполняли? Вы ранее не репетировали? С такой высоты? Нет, с такой высоты я с детства прыгаю, в принципе. Я любитель прыгать. У меня, как сказать... Самая максимальная высота какая? Самая максимальная высота 7 метров с сальтом. Без страховки на голую землю. Сколько оборотов? Фильм лишний. Полтора там получилось. Полтора. Сальто с приземлением на спину и переходит в кувырок. Фильм лишний, 2010 год. Без страховки. Вот под метром мостом снимали здесь. Срочно нужно идти. Они есть у меня все на канале, на ютубе. Сейчас чем вы занимаетесь? Какая у вас сфера деятельности? Сейчас в основном занимаюсь... Ну, веду онлайн занятия и персональные... Давайте до карантина. До самоизоляции. До карантина. Да. Персональные тренировки в основном. Мастер-классы. То есть обучаете? Да. Много ли людей достигает определенных результатов? Или кто-то смотрит, кто-то приходит, чувствует у них не получается и сразу же, так скажем, выгорает в этом деле? В основном больше всего выгорающих. Ну, где-то примерно месяц они держатся и потом потихоньку, плавно, вот так они скатываются. А так в основном люди приходят из-за поддержки грубо говоря здоровья. Мало кто готов стремиться к чему-то такому высокому. Но есть у меня, конечно, одна ученица. Вот она же стала девушкой. Ваша девушка теперь? Да. Хорошо. Год уже встречаетесь. Год встречаетесь. Ну, какие трюки вы делаете, и можно посмотреть в интернете, да, очень круто получается. Совместные трюки какие делаем? Ну, с моей помощью она, правда, делает этот разворот на 180 градусов. Когда сидишь, и на 180 разворачиваешься. Могу продемонстрировать потом. Здесь, в эфире? Ну, могу, да, в эфире. Давайте прямо сейчас. Гулять-то гулять. Ну, вот, например... Так. И главное, ничего не хру... Мамочка! Опа, сейчас. Телезрители оценили, я думаю. Потрясающе, потрясающе. Главное, у вас ничего не хрустит. Ну, да. Есть сидя такой же разворот. Это ножки вот так, хватаешься и в обратную сторону. Расскажите о плюсах вообще, вот, комплекс упражнений на растяжку. Ну, плюсы растяжки вообще и развития вот такого... Таких способностей тела, это вот чувствуешь подвижность, у тебя все мышцы работают, лёгкость ощущается по-всякому, можно. Здорово. Я так понимаю, что люди, которые с избыточным весом, они не могут заниматься... Ну, нет, с избыточным, наоборот, на моей практике, это я даже вот смотрел, проверено временем и доказано. Полные люди более склонны как раз именно к гибкости, к растяжке. Есть даже примеры реальные, вот, ну, и видео. Я сам видел, очень такие тучные, много чего делают такого. Ну, ну, не сверх выдающегося, но они прям очень так... В этом плане у них очень эластичные. У нас есть следующее видео именно из вашей школы фитнеса, правильно я говорю? Ну, да. Давайте посмотрим вместе с нашими телезрителями. Меня зовут Алексей Калашников. Представляю систему «Аликс Треть Фоди». Это авторская методика, замещает в себе элементы йоги, храбатики, пилатеса, современной хореографии и много всего другого. Система универсальная тема, что она развивает все цело в комплексе. Сниматься могут все вот расставки, в принципе, все замечания. Смотря какие цели человека стоят. Началось с того, что я побывал на семинаре Монтарго Сенгаджиева. Монтарго Сенгаджиев – самый гибкий человек планеты. Известим, как человек, что я. Рекордский инкредитивный. Побывав на его семинаре, многие пересмотрелы, и решил, что нужно попробовать эту систему. Рекордский инкредитивный. Рекордский инкредитивный. Как появилось нестандартное имя, бренд уже, наверное, «Человек-змея»? В 2015 году, когда я впервые начал выступать на сцене. Когда выступал, самое первое выступление, обратил внимание, что многие люди, в зале кто находились, между собой, смотря на меня, начали говорить, что это «Человек-змея», «Человек-паук», что-то наподобие. Я как раз, у меня задумки, когда я начал выступать на сцене, задумки были, что почему бы себе такое прозвище не взять. Но я не осмеливался брать его, потому что я считал, сперва нужно развиться, дорасти. До «Человека-змеи». Чтобы себя «Змеей» называли. И тут раз я понял, ага, если зрители говорят, значит, все, по ходу времени пришло. И вот так вот родилось. Как вообще к вам публика относится? Вы выходите, вы видите, что они в шоке. Вы шокируете публику, чувствуете это? Да, я постоянно наблюдаю такие взгляды у кого-то, и рты открытые. Ну, например, как я, пять минут назад, потом на запись можно будет присмотреться. Ну да, такие удивленные взгляды. Положительно. Поначалу, первые несколько секунд, они такие шокированные, а потом уже все отлично относится. Уже адаптируется к вам, да, и смотрит, что же будет дальше происходить. Потому что, ну, таких вещей, тем более в живую, это редко увидишь. Это все равно завораживает, как бы привлекает внимание все необычное. Согласна. Питание какого-то придерживаетесь? Может быть, какое-то есть интересное питание у вас поделиться? Ну, в основном стараюсь растительную пищу. Так, по подруге. Я не любитель растительной пищи, это гречка, пшенка, все вот такое вот. Овощи, мясо? Мясо крайне редко, но так, я с 2013 года прям очень жестко помню, ограничил себя, много чего не ел. Вообще, мучное стараюсь не есть. Мясо тоже не поклонник, очень редко. Он потому, что влияет на эластичность, на гибкость. А так, в принципе, вот, чего-то такого серьезного я не придерживаюсь. Могу в охоточку поесть, если предложат и супчик у него съесть, и макароны. Но я меру свою знаю. Вот. И как себя в форме держать, и проблем у меня как бы вот не будет. По поводу рельефа, да, мы с вами ранее говорили, пока я нашла заставка видео. По поводу рельефа и кубиков на животе. Вот здесь есть ремарочка. Вопрос, как их добиться? То есть, я знаю, есть какие-то определенные упражнения, вакуум, да, называется? Да, есть упражнение вакуума, одно из лучших. Можно поподробнее о нем? Это втягивание живота. И удержание дыхания на 10-15 секунд. Это для начала. А потом можно увеличивать до 30 секунд и до минуты. Ну, могу продемонстрировать. Давайте. Чтобы более лучше было видно, конечно, это нужно будет снимать, но мы не будем снимать. А можете сиди это сделать? Так как у меня комбинезон, ну, так, чтобы как это вообще сделать, да, могу. То есть, у нас идет полный вдох. Так. Вдох сделали. Теперь выдох ротом. Полный выдох. И на последнем этом выдохе напрягаем максимально пресс. И втягиваем. Так, ну, у меня, конечно, нет такого. Такой впадины, как у вас. Но я буду к этому стремиться. Вот. И вот так, в таком положении, ну, как бы во втянутом. Секунд 10-15 его задерживаем, потом отдыхаем. И повторяем эту процедуру еще раз в два. Утром и вечером, утренним вечером. Желательно утром и вечером. Хорошо. Алексей подсказывает, что, к сожалению, наше прямое... А, еще ролик, ролик гимнастический. Он мне в свое время очень помог. Вот такой вот тренажер. То есть он помогает укрепить, наверное, все мышцы. Он все мышцы и дает просушку тела, и рельеф, и знаменитые эти самые кубики. И кубики. Да. И с поясничным отделом люди как смогут выполнить поясничным? С поясничным доказано тоже то, что ролик, если есть грыжи и межпозвоночные, там все вот это вот проблемы, он вылечивает. Ну, с осторожностью, конечно. Тоже с осторожностью, конечно, да. Конечно, конечно. Да, все-таки Алексей подсказывает, время прямого эфира подходит к концу. С вас пожелания. У нас традиции. Все наши гости желают телезрителям. Что пожелаете нашим телезрителям? Ну, желаю всего самого лучшего. Не отчаиваться на самоизоляции, если кто хочет заниматься. Можете заниматься и дома, но есть такие, которые умудряются выходить на улицу и пока не видят нервосгвардии. Никто занимается на турниках, на брусьях. А так, в принципе, дома можете заниматься любыми упражнениями. Мы с вами за домашние упражнения, да? Любыми упражнениями, которые позволяют держать ваше тело в тонусе. Будь то отжимания от пола, если не умеете отжиматься от пола, то хотя бы планочку постойте в планочке. Это лучшее упражнение будет. Спасибо вам, Алексей, что пришли сегодня к нам в студию. Хотим завершить наш прямой эфир выпуском. На связи астролог Татьяна Легасова. Как прекратить панику и начать жить. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в 16.00. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok